Каждый этап жизни требует особого внимания к питанию, а после достижения 50 лет это становится особенно важным. Здоровое питание играет ключевую роль в поддержании общего состояния здоровья, предотвращении хронических заболеваний и обеспечении организма необходимыми питательными веществами и энергией на весь день. Одной из важных составляющих здорового питания являются белки. Здоровое тело начинается с качественного белка. Белки являются строительным материалом организма. Они играют ключевую роль в поддержании мышечной массы, регулировании обмена веществ и поддержании общей жизнедеятельности. После 50 лет сохранение мышечной массы становится особенно важным, так как с возрастом человек может сталкиваться с естественной утратой мышечной ткани. Продукты, богатые белком. Яйца. Яйца являются отличным источником белка. Они содержат все необходимые аминокислоты, которые организм не может синтезировать самостоятельно и должен получать из пищи. Белок в яйцах играет фундаментальную роль в поддержании и восстановлении клеток, мышц и других тканей организма. Кроме того, яйца богаты витаминами группы В, такими как В2, В5 и В12. Эти витамины не только помогают обеспечивать организм энергией, но и участвуют во множестве биологических процессов, поддерживая здоровье нервной системы, кожи и пищеварения. Важно отметить, что с возрастом ассимиляция витаминов группы В может ухудшиться. Поэтому увеличение потребления продуктов, богатых этими витаминами, становится особенно актуальным. Яйца также содержат холин. Холин имеет важное значение для мозговой функции. Он участвует в образовании нейротрансмиттеров, которые регулируют настроение, память и когнитивные функции. Важно отметить, что холин также влияет на структуру клеток и оболочек нервных волокон, что делает его ключевым компонентом для поддержания здоровья мозга, особенно в зрелом возрасте. Таким образом, яйца являются источником богатого сбалансированного питания. Они предоставляют организму не только качественный белок, необходимый для поддержания мышечной массы, но и витамины группы В и холин, поддерживающие общее здоровье и функционирование мозга. Включение яиц в ваш рацион поможет обеспечить ваш организм всеми необходимыми компонентами для активной и здоровой жизни после 50 лет. Творог. Творог содержит высококачественный белок, а также кальций, необходимый для поддержания костей в хорошем состоянии. Это особенно важно после 50 лет, когда риск развития остеопороза возрастает. Постоянное включение творога в рацион питания может помочь поддерживать кости в хорошем состоянии, снижая риск развития остеопороза. Кальций не только способствует поддержанию костей в целостности, но и играет роль в сокращении мышц, передаче нервных импульсов и поддержании нормального ритма сердца. При выборе творога рекомендуется отдавать предпочтение нежирным вариантам, так как они содержат меньше насыщенных жиров и калорий, что полезно для общего здоровья. Творог можно употреблять в разнообразных формах. Съедать его в натуральном виде, добавлять в салаты, каши или готовить вкусные творожные блюда, например, такие как сырники. Йогурт. Йогурт, особенно нежирный или греческий, также является богатым источником белка и кальция. Пробиотики, содержащиеся в йогурте, способствуют здоровью пищеварительной системы. Нежирный и греческий йогурт – это источники высококачественного белка, который является важным строительным материалом для организма. Белок в йогурте помогает поддерживать и восстанавливать мышечную массу, участвует в образовании ферментов и гормонов, регулирует обмен веществ. Кальций, содержащийся в йогурте, поддерживает здоровье костей и зубов. Это особенно важно с учетом того, что с возрастом риск развития остеопороза увеличивается. Кальций играет ключевую роль в поддержании плотности костей, что помогает предотвращать их хрупкость и ломкость. Пробиотики – это дружественные бактерии, которые поддерживают здоровье пищеварительной системы. Они способствуют балансу микрофлоры, улучшают пищеварение, усиливают всасывание питательных веществ и укрепляют иммунную функцию. Йогурт, содержащий пробиотики, может помочь справиться с желудочно-кишечными проблемами, такими как запоры, диарея и дисбактериоз. Пробиотики также оказывают влияние на общее здоровье организма. Исследования показывают, что здоровая микрофлора может повышать иммунитет, уменьшать воспаление, поддерживать здоровье кожи и даже оказывать влияние на настроение. Включение йогурта в рацион питания может быть разнообразным и вкусным. Его можно употреблять в чистом виде, добавлять в каши, смузи, салаты или выпекать на его основе разнообразные блюда. Важно выбирать нежирные варианты йогурта и предпочитать те, которые содержат живые пробиотические культуры. Рыба Рыба, такая как лосось, семга, тунец, скумбрия, сельдь и сардины, не только богаты белком, но и содержат ценные жирные кислоты – омега-3. Эти жиры играют важную роль в поддержании здоровья сердца, снижении воспаления и поддержании нормального обмена веществ. Различные виды рыб содержат разное количество белка в своем химическом составе. Например, лососевое содержит 21 грамм чистого белка на каждое 100 грамм продуктов. Из всех разновидностей рыбы особенно выделяется тунец. Он считается практически чистым источником белка, поскольку его жирность и калорийность минимальны. Омега-3 жирные кислоты играют ключевую роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы. Они способствуют снижению уровня тромбоцитов и воспаления, регулируют давление и уровень холестерина в крови. Потребление омега-3 связано со снижением риска развития сердечных заболеваний, инфаркта и инсульта. Омега-3 жирные кислоты обладают противовоспалительными свойствами. Они помогают уменьшить хроническое воспаление, которое может быть связано с различными заболеваниями, такими как артрит, диабет и даже рак. Это особенно важно в более зрелом возрасте, когда риск развития хронических заболеваний возрастает. Обмен веществ является важной частью в поддержании здоровья организма. Омега-3 жирные кислоты способствуют улучшению чувствительности к инсулину, что может быть полезным для контроля уровня сахара в крови. Кроме того, они помогают регулировать аппетит, способствуя достижению и поддержанию здорового веса. Включение рыбы в рацион питания может быть разнообразным и вкусным. Вы можете готовить рыбу на пару, запекать в духовке, готовить на гриле или варить. Это позволит вам получать все питательные вещества, которые рыба может предложить в разнообразных и аппетитных блюдах. Углеводы. Они обеспечивают энергию для активности и функционирования мозга. Овсянка. Овсянка – это натуральное сокровище питательных веществ, которое обогатит рацион взрослого возраста. Это зерно предоставляет организму не только сытные и вкусные приемы пищи, но и полезные элементы, особенно актуальные после достижения 50-летнего возраста. Богатая клетчаткой и комплексными углеводами, овсянка оказывает значимое влияние на здоровье, обеспечивая организм важными питательными веществами. Овсянка известна своим высоким содержанием клетчатки. Клетчатка – это растворимая и нерастворимая волокна, которая поддерживает здоровье пищеварительной системы и способствует регуляции уровня холестерина. Растворимые волокна питают дружественные бактерии в кишечнике, поддерживая баланс микрофлоры и способствуя более эффективному пищеварению. Нерастворимые волокна, в свою очередь, улучшают движение кишечника и помогают предотвращать запоры. Овсянка содержит комплексные углеводы, которые обеспечивают стабильный и долгосрочный источник энергии. Это особенно ценно для людей старше 50 лет, когда общий уровень энергии может снизиться. Потребление комплексных углеводов поможет поддерживать активность и жизненный тонус в течение всего дня. Овсянка также славится способностью снижать уровень холестерина в крови. Бета-глюкан, растворимая клетчатка, играет роль в этом процессе, позволяя связывать лишний холестерин и выводить его из организма. Это важно для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы и снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Овсянку можно включать в рацион различными способами. Вы можете приготовить овсянку на воде или молоке, добавить свежие фрукты, орехи или семена для обогащения вкуса и питательности. Цельнозерновой хлеб. Цельнозерновой хлеб – это настоящий кладезь питательных веществ, который принесет множество пользы вашему организму, особенно во взрослом возрасте. Он обогащает ваш рацион ценной клетчаткой и питательными веществами, которые могут оказать важное влияние на здоровье после 50. Цельнозерновой хлеб – это замечательный источник клетчатки. Она улучшает перистальтику кишечника, предотвращает запоры, способствует выводу токсинов из организма и облегчает пищеварение. Это особенно актуально после 50, когда функции организма могут немного замедлиться. Такой хлеб сохраняет большую часть питательных веществ, которые находятся в зерне. Это витамины, минералы, антиоксиданты и фитохимические вещества, витамины группы В, витамин Е, железо, магний и цинк. Это всего лишь несколько из множества полезных компонентов, которые можно найти в цельнозерновом хлебе. Эти питательные вещества помогают поддерживать здоровье нервной системы, иммунной системы, костей и других органов. Такой хлеб, благодаря высокому содержанию клетчатки и комплексных углеводов, обладает низким гликемическим индексом. Это означает, что он медленно расщепляется в организме, постепенно повышая уровень сахара в крови. Это особенно важно для людей старше 50, так как поддержание стабильного уровня сахара помогает предотвратить резкие колебания энергии и поддерживает более стабильное состояние организма. Включение цельнозернового хлеба в рацион питания может быть разнообразным. Например, вы можете подавать его на завтрак с омлетом или авокадо. Фрукты Фрукты являются источником разнообразных витаминов, включая витамины С, А, Е, К и группы В. Витамин С укрепляет иммунную систему, способствует заживлению ран и повреждений, а также улучшает поглощение железа из пищи. Витамин А поддерживает здоровье кожи, зрения и слизистых оболочек. Витамин Е является мощным антиоксидантом, защищающим клетки от повреждений свободными радикалами. Фрукты содержат природные сахара, такие как фруктоза и глюкоза, которые дают организму быстрый и доступный источник энергии. Однако, в отличие от добавленного сахара, содержащегося в магазинных продуктах, природные сахара идут в сочетании с клетчаткой и питательными веществами, что помогает контролировать уровень сахара в крови и предотвращать резкие колебания глюкозы. Фрукты богаты антиоксидантами, веществами, которые помогают предотвращать повреждения клеток свободными радикалами и воспалительные процессы в организме. Антиоксиданты помогают поддерживать молодость кожи, замедлять процессы старения, а также снижать риск развития хронических заболеваний, таких как рак и сердечно-сосудистые заболевания. Фрукты можно употреблять в самых разнообразных вариантах, съедать их в натуральном виде, добавлять салаты, йогурт, каши или смузи. Вот некоторые фрукты, которые особенно полезны после 50 лет. Ягоды, такие как черника, малина, голубика, клубника, клюква, богаты антиоксидантами и витамином С. Они помогают поддерживать здоровье мозга, укреплять иммунную систему и улучшать состояние кожи. Киви. Этот фрукт обладает высоким содержанием витамина С, который способствует заживлению ран, укрепляет иммунитет и помогает в борьбе с окислительным стрессом. Бананы. Они содержат калий, который играет важную роль в регулировании артериального давления. Они также являются источником витаминов В6 и С. Яблоки. Они богаты пищевыми волокнами, которые способствуют нормализации пищеварения и контролю уровня сахара в крови. Груши. Груши содержат клетчатку и витамин С, а также являются источником бора, который может поддерживать здоровье костей. Груши. Апельсины и мандарины. Эти цитрусовые богаты витамином С, который помогает укрепить иммунную систему и поддержать здоровье кожи. Авокадо. Авокадо содержит здоровые жиры, витамин Е и калий. Оно помогает поддерживать здоровье сердца, кожи и нервной системы. Гранаты. Они являются богатым источником антиоксидантов и витамина С. Гранаты способствуют улучшению кровообращения и поддержанию здоровья сердца. Ананас. Он содержит бромелайн, который помогает в усвоении пищи, а также витамин С и марганец. Здоровые жиры. Они важны для поддержания здоровья сердца и общего здоровья. Орехи и семена – источники поля ненасыщенных жирных кислот. Авокадо содержит здоровые мононенасыщенные жиры. Овощи. Они обеспечивают организм витаминами, минералами и антиоксидантами. Шпинат, капуста, брокколи – низкокалорийные и богатые питательными веществами. Помидоры содержат лицеин, который может быть полезен для здоровья сердца. Давайте рассмотрим несколько примеров завтраков для людей старше 50 лет. Омлет с овощами и хлебцами из цельнозерновой муки. Овсянка с ягодами, орехами и медом. Тосты из цельнозернового хлеба с авокадо и лососем. Творожная запеканка с фруктами и орехами. Зерновые хлопья с йогуртом и нарезанными фруктами. Учитывайте индивидуальные потребности. Если у вас есть особые ограничения или заболевания, обсудите со своим врачом, какой завтрак подходит именно вам. Будьте здоровы!